Слова Маркса очень актуальны и в этой аудитории. Мы не имеем психических явлений, потому что если... У меня вчера был небольшой балкет. Те явления, которые после него начались, можно считать психическими. Но зная количество выпитого, я понимаю, что это физиологические. С этой точки зрения очень важно понимать, что не я сказал, опять-таки наши классики за 150 лет до меня сказали, что на лбу явление не написано, что оно психическое. Но они не говорили про психическое, они говорили про все. Это традиции. Мы считаем физические, биологические, физиологические. На самом деле это просто устойчивая традиция. Если вспомним, что делал Павлов, он изучал психическое и слюноотделение. А потом дошел до понимания, что эта психология не имеет никакого отношения. Это ВНД, динамика и радиации, концентрации, торможения и возбуждения. И запретил употреблять психологические термины в своей лаборатории. Я бы начал на факультете психологии эту практику. Штрафовать психологам за употребление, неуместное употребление психических терминов, если они не докажут, что это имеет отношение к психологии. Кстати, многие не замечают. Выгодский, он же ведь мучился. Психика, сознание, бессознательное. Работа, которую надо перечитывать систематически. Что он там пишет? Что такое психическое? Это внутренняя сторона физиологического процесса, данные нам в инкроспекции. А как вырваться из этого параллелизма спинозистского? А очень просто. Говорить о психологии. И поэтому первые формулировки основного закона, да, фундаментального закона психологии, что каждая высшая психическая функция, вначале у Выгодского появляется каждая психологическая функция. Потому что для него психологическая, это единое психическое, как внутреннее самостояние, и физиологическое, как процесс поведения. Мы не задумываемся о больших вопросах, а именно эти большие вопросы Петр Яковский-Альферин вставил на первых лекциях на философском факультете. Первые пять лекций можно считать, что это было занудство. Вот такой разбор по косточкам. Но как он это делает? Он показывал, что вы дураки, не понимаете. Если вы не решите этих вопросов, вы останетесь там же, где стояли все остальные. Поэтому так важно разобраться, а что является предметом, а что является объектом. Многое не додумано. Я подчеркиваю, это очень важно иметь в виду. Считать, что наши учителя закрыли психологию, а мы порой так и считаем. Очень часто на наших мемориальных консеренциях мы вспоминаем, как было хорошо тогда. Готовясь к поступлению, теория поэтапного формирования, это теория, устремленная в будущее. Высокий слог здесь даже уместен. Деятельностный подход, основная его проблема, абстрактность. Нет деятельности как таковой. Ну как же нет? Откуда мы знаем, что это деятельность? Ведь деятельность это принцип, это понятие. Вспоминаем Алексея Николаевича, он ведь это понимал. В своей статье, Леонид Абгалекович, делал по времени, я привожу ссылку из выступления Алексея Николаевича на домашней дискуссии. Он пишет специально, обращаю внимание, перечитайте, выступление 69-го в 94-м глава Публикова, в сборнике философии и психологии. И я лично оказался одиноким. В упор понятия деятельности никто не разрабатывал. Все рядом, около, на периферии. На этой же дискуссии Петр Яковлевич сказал, Алексей Николаевич, а почему? Потому что не занимаетесь анализом предметного содержания деятельности. Если вы займетесь именно этим, то тогда деятельность получит содержательную характеристику. Мне очень важно зафиксировать предметное содержание деятельности наши учителя систематически путали с объектным содержанием деятельности. Неловко говорить, эксперимент небольшой себе позволил, что это такое? Я думаю, все видят, что это фломастер, правда? Откуда вы взяли? Ну видно же. А еще видят события, говорил Гегель, события не видят. Потому что он весь поглощен той системой представлений, в позиции которой он видит этот мир. И если я знаю, что мне является психика, если я знаю уже это, то я вижу психические явления. На каком основании? Ну потому что так принято. Деятельность, пустой звук, если мне анализируют ее конкретное содержание. Сила концепции Гагерина заставить исследователя войти в реальную конкретику деятельности. Но ведь это же не психология, говорят психологи. Психология это что-то вот за, то, что мы еще хотим узнать, то, что за и за, бессознательное. Не осознаваемые установки. Вот это психология. Слушайте, а откуда они берутся эти неосознаваемые установки? Оттуда же, откуда и все осознаваемые. То есть из реальной жизни, в системе конкретных обстоятельств. И с этой точки зрения, очень важно различить предмет и объект психологического исследования, опираясь на те линии оценки, которые делает Петр Гальпинин. Старинная притча о слоне, где семь селентивских мудрецов пытаются, к сожалению, мудрецы, как правило, слепые, пытаются узнать, что такое слон. И что же они получают? Слон это большое, чистое животное. А мудрец даже очень сильный, вот такой сенькая составляющая слона. И каждый ухватился за что слов? Один за хвост, другой за хобот, третий за ногу, четвертый, пятый, шестой. И полуил с представлением, каждый знает, что такое психика. У одного это что-то змееподобное, у другого что-то веревочное. Мы путаем объект, который универсун. И предмет, наши порой убогие представления, связанные с нашим конкретным пониманием действительности. Мы рабы своих понятий. Надо освежить их. А какая наука занимается освежением или освежеванием понятий? Методология, философия твоего тела. Я подчеркиваю банальные вещи. Кто в этой аудитории не знает, что такое интервизация? В литературе у нас встречаются четкие, ясные представления. Интервизация, ну это выращивание. Извне вовнутрь. Я учу своих студентов. Внутри человека внутренности. А в голове не мысли, а мозги. Мир вне нас. Становится миром для нас. Слушайте, а кто это сказал? А это сказал Кант. Очень наглядно сказал. Да, он немножко закутался, потому что он считал, что раз это всегда для нас, но не то, что есть на самом деле, то мы никогда не узнаем, что есть на самом деле. Ну, так вот за это и получил название Агностика. Я очень советую многим почитать книгу Бородай. Воображение и теория познания. И вы увидите, это же Кальпелин. Но на философском языке. Потому что только через деятельность нечто выступает для нас. И выступает настолько отчетливо и ясно, что нам кажется, что оно там и есть. А там его нет. Потому что оно выступает в виде предмета. По Кантусской терминологии. Не буду ее расшифровывать. Это может сделать каждый. Выращивание. Это очень хорошо сказал Владимир Петрович Зинченко. Это всегда выращивание. А что это означает? А ведь это кардинальные изменения представлений. Умственные действия выращиваются, а не выращиваются. А что значит выращиваются? У Каменского замечательные слова. Садовник, пытающийся ускорить рост розы, выдергивая ее из земли. Плохой садовник. А мы порой именно так представляем себе взаимодействие, обучение и развитие. А что такое развитие? Я себе пример привел. Наглядный, мне кажется. Немногие, может быть, видели, но в Ютюбе теперь есть все. Что такое маленькая китайская ножка? Символ красоты. На лицо уже неважно, на все похожие. А вот ножка, 30-го размера, и в 25 лет, это делает очень просто обучение и ведет за собой развитие. С 3-х лет начинает пинтовать эту ногу. В результате пальцы подвергнуты на большой палец. Пятка притягивается к этому большому пальцу. И получается очень маленькая ножка. Обучение привело к развитию. Только на генограмме мы видим, что стало с этой ногой. Задумаемся. У нас ведь слово развитие означает только плюс. Ведь никто не скажет, благодаря развитию и памяти он ничего не помнит. Благодаря развитию мышления совсем облупел. Благодаря развитию личности попал в тюрьму. А что такое зона ближайшего развития? Я Владимир Сауевичу сказал. Вы подумайте, хорошее дело зоной трудно назвать. Ближайшим развитием очень многих является довольно грустная картина. Вспоминайте. Всем можно зафиксировать простейшие слова. Не я их сказал, а Энгельс. Всякий прогресс в органическом развитии есть вместе с тем регресс. Ибо он закрепляет одностороннее развитие в одном отношении. Закрывая все возможности во всех прочих. Теоретическое обобщение, которое мы сделали благодаря Василию Васильевичу Давыдовичу, что мы получаем. Слушай, он даже плеваться не умеет. А зато по математике у него пять. А кому он нужен в подростковом возрасте? Здесь многие жертвы. По математике пять. По истории психологии тоже. Только теряем. Поэтому проблема Галькерина – это проблема метода. Я бы обозначил, но так и не было. Но парадигма. Проблема Галькерина – он мучился до конца жизни вопросами предмета. Андрей Ильич подтвердит. Нашими усилиями мы выпихнули пять лекций по предмету психологии в виде книжки. Он до конца жизни не хотел публиковать эти вещи. И только благодаря тому, что появилась синаграмма за несколько лет, он начал идею работать. Яша подтвердит. Потому что в противном случае он бы еще бы мучил и не выпустил. Но вы же знаете, это в математике. Гаусс страдал математическим запором, а Эйлер – математическим поносом. Математики так считают. Потому что это не случайно. Потому что он очень быстро. Он писал быстрее, чем думал. Говорили про аналог психолога. Мораль, я на этом хочу завершить. Проблема метода психологии – это проблема воспроизводства того, что мы хотим понять. И если нам удается это сделать, мы можем сказать «Да, мы теперь понимаем, что такое психология». Если нет, остаются традиции. Ну а с ними можно жить долго, успешно, так и не поняв, что жизнь прошла мимо. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . 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